Какого-то чуда или неожиданности под землей для меня нет. Причем я же знаю, что вышел оттуда и скоро опять туда приду, поэтому готов всегда. Вы понимаете, о чем я говорю, Оля? Николай Иванович, в 1977 году Вы пришли в метро Гипротранс и уже на протяжении 40 лет вместе с коллегами разрабатываете уникальную транспортную систему, подземную, а теперь и наземную. Можно ли говорить о том, что на базе метро Гипротранса сложилась своя школа проектирования? Безусловно и бесспорно на базе метро Гипротранса сложилась своя система проектирования, причем не только метрополитена, но и всей системы транспортных объектов. Именно в метро Гипротрансе зародилось проектирование всего метрополитена Советского Союза и даже дальнего зарубежа именно там. В этом году 85 лет метро Гипротрансу, поэтому 85 лет мы проектируем метрополитен. Причем метрополитен примерно 90% от всех объектов это метрополитен. Роемся, роемся, роемся под землей. А вот остальные 10% тоже связаны с транспортом. Это аэропорты, это речные порты, это какие-то развязки подземные, наземные, мосты и так далее. То есть все связано с колесами, с крыльями. Более того, проектирование систем метрополитена именно в стенах метро Гипротранса зародилось, потому что вот тот основной импульс, который был дан партии правительства, метро, дворец для народа, он впервые реализовывался в стенах метро Гипротранса. То есть дворец для народа стал рисоваться, стал проектироваться в стенах метро Гипротранса. И с тех пор эта традиция, ну с какими-то там колебаниями, ухудшениями, улучшениями, она твердо поддерживается в течение 85 лет. Кто был вашим учителем? И когда вы почувствовали, что сами готовы им стать? Ну у меня вообще в жизни был основной учитель, это Федор Конь. Это естественно, потому что вот я как стал в институт поступать, мне мои друзья там по партии говорили, сейчас экзамен издашь, но это только начало, будет еще собеседование. А там тебя спросят, а кто твой любимый архитектор? А ты говори кого-нибудь. А я никого не знал вообще, потому что я мальчик там из-под земли, из глубокой провинции, и не знал. И мне перед входом на это собеседование сказали, вот скажи Федор Конь. Федор Конь. Это легко было запомнить. Федор и Конь. Два понятных для меня слова. Ну и с тех пор вот этот Федор Конь, мы с ним, взявшись за руки, идем по жизни. И еще Конь и Тон. Вот две короткие фамилии. Конь и Тон. Костя Тон и Федя Конь. Вот два моих учителя, с которыми я дружу с детства. А учить нет, учить никогда в жизни. Ну это страшно, как сказать про кого-то, что я учитель его. Это язык не повернется. Нет, это невозможно. Если они там сами поднахватаются, ведь сами ребята должны учиться. Если что-то вдруг, неожиданно, из моих там визгов, криков, они поймут, что это правильно, это в том направлении, то дай бог, они поймут, но что свободны. Есть легенда, а возможно это и не легенда, что Алексей Душкин, проектируя станцию «Площадь Маяковского», перечитывал стихи Маяковского же и слушал музыку Прокофьева. Жива ли сегодня романтика, творчество? И как проектируете вы? С Душкиным по жизни у меня интересные были совпадения. Ну, во-первых, он был главным архитектором метро Гипротранса, чье место я благополучно там уже несколько десятков лет просиживаю. Я в 77-м году пришел в метро Гипротранс, а в 77-м он умер. Романтика, ну, это, я думаю, это сказка. Нет сомнений, что он читал Маяковского, вдохновлялся, не вдохновлялся. Он сам был вдохновенный человек. Он же был как Гагарин, понимаете? Вот Гагарин, который в космос выпорхнул, а Душкин пришел, он, по сути дела, был первым человеком, который пытался понять и осмыслить, что делать под землей. Душкин-Гагарин. Поэтому вдохновение, я думаю, у него просто изнутри выплескивалось. В любое его телодвижение он же и писал прекрасно, в смысле живописел. И рисовальщик был шикарный. А об объектах его и говорить не стоит, потому что все, что он не сделал, он, к сожалению, мало объектов сделал, ну, по ряду причин. То самое время тяжелое наступило, когда архитектура захлопнулась. Но все его объекты, смело можно говорить, шедевр. Это редкое явление. Как вы проектируете? Я вообще работать не люблю. И поэтому самые мои счастливые моменты в жизни – на диване лежать, чтобы кошка на груди была, а в ногах собака. Поэтому работать не люблю, как проектировать. Не знаю, трудно ответить на этот вопрос, но как-то получается. Ну, по дурости. Лишь бы ничего не делать, работаю, лишь бы ничего не делать. Сантьяго Калатрава, Норман Фостер, Ричард Роджерс, Рен Цепиано. Федор Конь. Нет, его там не было. В разные годы стали обладателями премии Агюста Пере. Вы единственный российский архитектор. Удостоены этой премии? С премией, конечно, повезло. С 61-го года эта премия существует. Российские архитекторы всегда выдвигались, выдвигались, выдвигались. И вдруг в период самых жестоких санкций получил премию российский архитектор. Почему он эту премию получил, это никому неизвестно. Это загадка. Я так думаю, всякий раз, когда мы выдвигались, мы делали объекты известной типологии. Мы выставляли жилые дома, мы выставляли театры, мы выставляли какие-то градостроительные комплексы. А тут вдруг такое крутое, сугубо технологическое образование, как транспортные объекты, и аэропорт, и мост, и метрополитен. И все они вывалились из всех границ, из всех рамок. И думаю, только это сыграло свою роль. А я прекрасно понимаю, что есть гораздо лучшие архитекторы, которые давно достойны этой премии. Но все впереди. Правда, боюсь, санкции закончатся, и опять премии давать не будут. То есть два фактора сыграли санкции. И вот те объекты, которые высокотехнологичны. На конкурс были представлены живописный мост, терминал А аэропорту Внуково и станции метро Люблинско-Дмитровской линии. Абсолютно правильно. Какие технологические решения в этих объектах вы как автор считаете уникальными? Нет, ну, вот каждый объект именно по технологии уникален, потому что вот все перечисленные. Мост — это вообще сказочный объект, которого не должно было быть, потому что он абсурден по природе своей. Красная арка стометровая, чего она делает там в этом объекте? Мост вдоль реки, почему он идет вдоль реки? Эти 72 ванта. В Москве ни одного ванта не было до появления этого моста. Более того, яйцо какое-то под аркой висит. Чего оно там делает? То есть вот эта абсурдность всех компонентов, всех составляющих привело к тому, что это стало высокотехнологическое образование, этот мост. Пролет огромный. Вот смотрите, в Крыму делали долго-долго мост, Керченский пролив, мост. Все с восхищением, с упоением, захлебываясь слюнями, говорили, что там перекрыли 200 метров основной пролет. Здесь мы перекрыли в свое время 409 метров, даже никто не вздрогнул. Это все цепочка таких сверхтехнологических моментов, она преследовала этот объект. Метрополитен – это всегда высокая технология, тут даже говорить нечего, потому что под землей, без света, по рельсам, в тоннеле. Аэропорт – это город, это жизнь, это насыщение пространства, многоуровневые объекты, 8 уровней, плюс примкнула железная дорога, первая подземная в России железная дорога, более полукилометра, почти километр по длинной оси, 600 метров по короткой, сама форма удивительная. Там все достаточно забавно, интересно. И вот то слово, которое вы употребили, присутствует во всех трех объектах. Согласны ли вы, что… Согласен сразу. Согласны ли вы, что архитектура является проекцией личности ее создателя? И замечали ли вы связь между характером человека и выпускаемым архитектурным продуктом, между характером и стилем его работы? Безусловно, бесспорно. Конечно, вот наша жизнь, рождение под землей, как Левитанский сказал, жизнь – моя кинематограф, черно-белое кино. Здесь всю жизнь черно-белое кино, вот эта жесткая графика, именно жесткая графика, она и внутри меня сидит, я так думаю. Естественно, она выливается в вот тот самый черно-белое кино, оно выливается во всю архитектуру. Твердая рука, циркуль, линейка отмеренные сантиметры. Конечно, это так по-другому быть не может. Каждый архитект рисует то, что у него внутри. Как вы расстаетесь со своими объектами? Для меня, по крайней мере, вообще очень тяжело, мучительно, больно приезжать на объекты, которые сдал несколько лет назад. Есть счастливый момент – сдача объекта. Вот ленточка разрезается, входит пассажир, но это, как правило, у меня объекты метрополитена, помимо других объектов. И в это время удивительные вещи происходят. Вот этот, в основном, тактильный даже контакт, помимо восхищений, там, глаз раскрытых. Когда клиенты, ну, пассажиры, в смысле, ходят, трогают что-то там, глядят, у них клокочет что-то внутри, они с собой общаются, там, меня тискают всячески. Это счастливые моменты, и это продолжается, ну, в течение, там, полугода. Вот пустили объект, полугода он колышется в счастье в своем, а проходит время, он набирает силу, и если ты на нем долго не бывал, то чувствуешь вот что-то не то, не так ты хотел, чтобы объект жил. И вот здесь вот хотелось бы, чтобы по-другому эксплуатировали, здесь по-другому обслуживали, а не получается, и поэтому лучше на своих объектах не бывать вообще. Сделал, сдал и свободен. И объект свободен от тебя, и ты от объекта. Это правильно. Сегодня многие говорят о дискриминации архитектурной деятельности. Кто-то ищет причину в постановлении об устранении излишеств 1955 года, кто-то вспоминает постперестроечный период, но существует еще и законодательное несоответствие самого устройства архитектурной практики мировым стандартам. Как вы считаете, если его устранить, ситуация автоматически изменится? Автоматически у нас действуют только запреты. Это действует безоговорочно и бесспорно. А отпустить вожжи, написать хороший закон, внедрить его в жизнь. Ну, в России этого вообще не происходит. В России законы работают так достаточно избирательно. И я не думаю, что появится закон, и тут же архитектура расцветет. Надо ряд поступательных движений совершить для того, чтобы вот этот маховик раскрутить. Только что в Москве закончился форум культуры. Среди архитекторов на этом форуме был один я. Это показатель отношения государства, страны, общества к архитектуре. Архитектура вычеркнута из нашей жизни вообще, что не есть правильной. Какая будет архитектура, такие мы с вами и будем. Это тоже прописные истины. Но, к сожалению, вот той политической воли, которая позволит архитектуре встать первой среди всей культуры России, этого нет. Поэтому не закон, а политическая воля, если она будет присутствовать, и образование наладится, и стройкомплекс подстроится под архитектуру. Не архитектура под стройкомплекс, а стройкомплекс под архитектуру. И каждый архитектор получит ту самую необходимую свободу, которая позволит ему делать, ну, то, что должно быть в великой стране. Поэтому мне все время кажется, ну, тоже, конечно, заблуждение, что не хватает политической воли сказать, что нельзя жить в такой стране, в стране придавленной, пришибленной архитектуры. В одном из интервью вы говорили, что не надо уповать на зарубежных мастеров. Архитектура мирового уровня у нас есть. И действительно есть. Как в условиях, которые все называют сложными, эти люди заставили считаться с собой? Что в них есть такое? Чего нет в других? Все архитекторы, которые сейчас стоят на вершине этого процесса нашего под названием российская архитектура, они являются такими сверхлюдьми, сверхличностями. Я же знаю, ну, практически всех, если не сказать всех. И твердо говорю, не надо архитектуру делать только за счет личностей. Это исключение. Серьезно сказал? Более чем. Архитектуру делают не машины, а люди. И вся наша жизнь по сути это отношение. Возглавляя союз архитекторов России, вы как раз и настраиваете этот тонкий аппарат, аппарат отношений внутри цеха. Какими бы вы хотели их видеть? Оля, это все иллюзии. Здесь я делаю попытку настроить, я там будоражу людей, постоянно какие-то мероприятия делаю, но это все малая капля вот в общей картине, в общей ситуации. Малая-малая капля. Я знаю, что союз должен объединить всех людей, потому что кроме союза никто не объединит. Вот союз объединит архитекторов под своим знаменем там союз архитекторов России, союз московских архитекторов. И вот эта сила в виде там выстроенной свиньи, она может пробить стену, поставить архитектора и архитектуру на должное место. Вот это основная функция союза. Слово союз, оно само по себе энергетически очень мощное. Чего не хватает, если не хватает союза архитекторов сегодня? Профессиональные идеи, я имею в виду аналог национальной идеи, консолидации, возможно финансирования? Ну, ничего не хватает. Так вот, ответ-то простой, ничего не хватает. Во-первых, кончаем вашим словом финансирование союза. Все ходят в союзы с протянутой рукой. Та господдержка, которая существовала при советской власти, она рухнула и закрылась навсегда. Раньше союз давал что-то архитекторам, теперь только архитекторы могут дать союзу основное сбиться в кучку и своим мощью, напором, как там бой баба, пробить эту стену, стену безразличия. Вроде бы бессмысленно надеюсь, а надеюсь, потому что уже и в Москве второй срок сижу и здесь вот, пошел в Россию. Надеюсь, что все случится, все исправится, все встанет на свои места, и архитектура зазвучит, и профессия живет, и может наивно думать, что это благодаря союзу, но союз играет не последнюю роль. Когда я читала вашу книгу, я заметила, что там нет отдельного раздела живопись и отдельного раздела архитектуры, это моноблок. Так ли это в вашей жизни, живопись равноценна архитектуре? Я думаю, для архитектора очень важно все-таки владеть там глазом, рукой. И те самые мастера, о которых мы как-то не зателиво с вами поговорили, они все владеют, по крайней мере, графикой уж это точно. Живопись — это несколько иное, там надо мастерскую нормальную, где можно там пол забрызгать. А графикой любой архитектор, который ценит себя, который в профессии он всегда владеет рукой. На ваших полотнах, нет посторонних, все ли ваши друзья прошли испытания кистью? И есть ли кто-то, кого именно живопись привела в вашу жизнь в качестве друга? Нет, нет. Во-первых, не все прошли. Я тебе другое скажу. У меня друзей-то нет. И вообще в жизни, если друзья — это такой большой вопрос. Человек же одинок, вот он как-то родился в этой яме-канаве, по помойкам там всю жизнь прошелестел, туда же его и зарыли в эту землю. А проходит он, ну я о себе говорю, а проходит он бездружбы. Есть какие-то периоды, вот школа, вот институт, вот работа. И тебя, естественно, во время жизни сопровождают какие-то люди. Можно их назвать друзьями, но в какой-то период можно. Потом смотришь, прошли годы, а человека рядом нет. Что произошло? Друг же вроде бы, школьных друзей нет, институтских нет. По работе общайся, общайся по работе. А так внутри, внутри себя только живешь, там, ковыряешься, взрывы какие-то, эмоции, там, паника, напряжение. И все только внутри себя происходит. А, как выясняется, самое близкое ко мне, по крайней мере, это, ну, это семья. Вот мама с папой, дедушка с бабушкой, жена, дети, внуки. А слово «друг», я так понимаю, из моей жизни ушло куда-то. И думаю, что уже не вернется. Наверное, только художника можно спросить об этом. Что самое красивое вы видели в своей жизни? Женщина, конечно. Тут примитивный ответ. Но это правда. Ну как? Другого ничего, краше нет. Не кошки же с собаками. Я была готова к ответу «закат», «к закату», «к россия». «Закат», мы с рождения к закату идем. Поэтому что о нем говорить-то? Нет, ну, конечно, женщина. Там внутри мамы сидишь, уже ощущаешь, что внутри чего-то такого, ну, немысливого, безумного, красивого сидишь. А потом вдруг родился. И, боже ты мой, там какая-то девочка, у меня есть фотография такая, я стою, ну, тебе это не понять, середина прошлого века. Лифчики носили, чулочки мы такие. Стоим в чулочках с какой-то девочкой. Я девочку Таня звать. Вот это красота. Вот Таня стоит такая же, тоже с такой же помойки, но какая красивая. Вот это и есть красота. А потом эти женщины по жизни тебя преследуют, преследуют. И ты в любой женщине вот видишь красоту и все. А ты говоришь «закат». Цитирую вас. «Когда у меня появился первый внук, я понял, для чего жил». Николай Иванович, как ваши дочери относятся к такой постановке вопрос. Неужели внуки это и правда намного сильнее, чем дети? Даже сравнивать нельзя. К детям относятся как к детям, а к внукам относятся как к внукам. Детей ты все равно не понимаешь. Иван, да. Иван. СМЕХ Вы знаете себя в них? Они, конечно, внешне все на меня похожи, несмотря на то, что один немец средний, Фафан, он немец, у него отец немец, у него фамилия даже совсем не похожая на нашу общепринятую, и отчество не похоже. Он Филипп Патрик Гольник, запомнить даже невозможно, но внешне похожи, младшие похожи, старшие похожи, но они гораздо лучше, понимаешь, или так дед воспринимает их, но они гораздо лучше, чем я был в их годы, потому что помню себя абсолютно психованный, необузданный, несносный. Вот на месте родителей моих я бы убил меня бы, вот убил бы все, топором бы хряснул по башке, чтобы не дергался и не изводил родителей, а эти не такие. Они как-то, хоть и там носятся и ругаются, у них там внутри такая честь и благородство живет. Как мне кажется. Не тревожно ли вам за них? Я почти уверен, что это сильные люди, судя уже по первым шагам, это абсолютно сильные такие мужики. Поэтому с этими трудностями и невзгодами они будут справляться, плохо или хорошо, но будут, они смогут это сделать, потому что у каждого такой стержень, каждый гениальный, не вундеркид, а каждый гениальный. То есть у него, у каждого такая мощная тенденция к развитию, я не знаю, кто они будут там по профессии, архитекторы, не архитекторы. У меня же дочери тоже, две дочери архитекторы, одна работает в профессии, другая не работает. То есть это неважно, но стержень у каждого удивительно сильный. Поэтому вера, я же оптимист, вера в светлое будущее и в будущее моих внуков, она, конечно, такая светлая. Вы сказали о вере. Николай Иванович, а во что вы верите? Я это архитектурный ответ даю. Превратим Москву в образцовый коммунистический город. Вот я в это и верю, что мы рано или поздно превратим Москву и архитектуру, и всю Россию в образцовый коммунистический город. И, конечно, этим и живу, такими высокими мыслями, порывами. Хорошо. Что вы считаете внукам, ну и детям, на ваш взгляд, нужно обязательно дать, а от чего отгородить? Не готовь я, конечно, к этим вопросам, потому что мне все время, кажется, готовиться к этим вопросам не надо. Не надо, надо вот жить естественно. И даже можно молчать, ведь, понимаешь, глухонемые, они же тоже между собой общаются. Они же там не живут под какими-то лозунгами или призывами, или каждый раз не говорят, что не делай так, а делай только так. Не делай плохо, делай хорошо. И вот своей жизнью, если ты показываешь и доказываешь ребенку, что надо именно так, хотя сам не понимаешь, ведь как надо, ведь ты же все равно до конца жизни не понимаешь, правильно ли ты шевелился как-то в пространстве. Но иногда хочется верить, что да, вроде бы вот здесь сделал правильно. Поэтому внук, он только совершенно естественно должен воспринимать тебя и огораживать его от чего-то плохого, хорошего. У него должен внутри вот тот упомянутый стержень сидеть. Поэтому не знаю, как я могу кого-то предостеречь. Я сам себя предостеречь не могу все время, датыкаюсь на какие-то препятствия. Поэтому внуки должны сами разобраться, глядя на деда. В одном из интервью вы сказали, что единственная значимая икона для вас – это мама. Наверняка есть у вас что-то такое, что сегодня помогает вам жить и что воспитала в вас именно она. Мама же не говорила мне, вот там, Коля, вот это хорошо, а это плохо. Вот так ты не делай. Вот встань с пола и ножками не сучи. Она учила всем своим естеством, своей жизнью. Она вот как негр пахала с утра до ночи, как и отец. Самое интересное, что связь между мамой и ребенком, она не исчезает вообще никогда. Не из перерезания пуповины, а вообще никогда. Жива мама, мертва ли она. Все равно с ней контакт есть. Поэтому мама остается мамой, дети остаются детьми. Слава богу, что один из внуков старший, Мотя, Матвей, который он застал, увидел свою прабабушку, получается. Ему год, год, полтора года где-то было. Конечно, он не помнит, но вот случилась так вот встреча. Это замечательно. Если говорить о человеческих страхах, их много. Это и страх чистого листа, и страх бедности, и страх одиночества. Знакомы ли они вам? Ну, первый твой названный пункт – это просто безумный страх. Потому что получаешь любой чистый лист, будто это холст или лист формата А4, и понимаешь, что ты его своим прикосновением испортишь. Он уже не будет такой девственный, не будет такой прекрасный. Все будет гораздо хуже, чем до твоего контакта с этим листом. Этот страх всегда присутствует. Хотя я парень храбрый такой. Все-таки макнуть кисти, испортить холст – это тоже храбрость нужна какая-то. А остальные страхи что? Взяли и маршем пошли по жизни без страха, упрека. Не, ну опять же, понимаешь, ответ очевиден. Потерять близких – самый большой страх. Не знаю, что еще. Наверное, только это – потерять близких. Как вы считаете, в чем стоит искать опору в жизни? Опору в жизни только в себе. Больше ее нигде не найдешь. Если ты живешь в каких-то отношениях с собой, пусть это даже тяжелые отношения, ну как я так думаю, у меня достаточно тяжелые отношения с собой, то опора только там. А ее во внешнем мире не найти. И никто тебе не поможет. Даже ни те призрачные друзья, ни твоя семья, ни твои кошки, ни собаки, ничего не поможет. Внутри только, внутри себя опору. Там вот какое-то слово произнесла – вера. Верю, в какой-то вере. Не знаю, в кого верить. Нужно ли верить. Но опора все равно только внутри. Еще другого не вижу я. Вы производите впечатление такого невероятно легкого человека. Такое есть. По прыгунчику. На одной ножке прыгаю по жизни. Чего вам это стоит? Ничего не стоит. Вот так вот, как ты сам ножками в детстве посучил, лежа на спинке, так и сучу по сей день. Ничего. Все это настолько естественно. Я не делаю особых напряжений, видимых, по крайней мере, напряжений над собой. Ну, по крайней мере, сознаваться в чем-либо другом не стоит. Раскрываться, распахиваться, вынимать кишки, наматывать их куда-то. Это не нужно делать. Надо все время легко, просто. И так, ну, если есть такое слово – достойно. Ну, так достойно все вести. Спасибо за откровенную и приятную беседу. Ну, не знаю, насколько она была приятная, но, по крайней мере, откровенная уж это точно. Я не обманывал тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!